Отличный получился матч Краснодар-ЦСК, зрелищным, эмоциональным, драматичным, по-настоящему так называемым Лигой Чемпионским, но тем не менее осадок остался. Матч прерывался в общей сложности почти на 15 минут, прерывался по вине, как ни странно, судейской бригады и, как ни странно, повторю, в трех этих эпизодах, которые отняли у болельщиков, у команд почти 15 минут, Василий Казарцев, это главный арбитр, он принимал правильное решение. Но тем не менее, каждый раз в его действия вмешивались видеоарбитры Алексей Сухой и Павел Кукуян. Долго шло разбирательство, каждый раз Казарцев прибегал к помощи видеозаписи, хотя мог этого в принципе не делать, потому что решения он свои в итоге не менял. И в целом так получилось, что вот эти задержки, эти прерывания, они негативно повлияли на впечатление от игры, на эмоции и матч в итоге завершился судейским скандалом. Мы пойдем по порядку. Первая ситуация спорная, это 15-я минута, Обликов красивейшим ударом дальним поразил ворота Краснодара, промчал радоваться, пока не увидел, что радоваться еще рано, будут разбирательства, вмешались в ВАР. И все это заняло свыше пяти минут, не знаю почему так долго, либо долго искали видеоповторы, либо как одна из версий бытует, что плохая была, были технические неполадки, была плохая связь у Казарцева с видеоарбитрами, и поэтому в общей сложности все заняло больше пяти минут. В итоге Казарцев свое решение оставил в силе, взять ворот Краснодара засчитал, фол на Аре не определил, и я с ним полностью согласен. Другое дело просто, что зачем он вообще этот момент пересматривал, и зачем тратил столько времени. Вторая ситуация, пенальти в ворота ЦСКА, тоже смотрели, меньше пяти минут, четыре с лишним, опять долго, опять муторно. В штрафной площади армейцев упал Аре, на нем сфалил Обляков. Есть мнение, что перед этим Аре подыграл себе мяч рукой, я этого не вижу, на мой взгляд Казарцев поступил абсолютно правильно, назначил пенальти, а фол там действительно был. И другое дело, надо было разбираться, следовало ли ограничиться желтой карточкой, как в итоге Василий Казарцев сделал, либо надо было Облякова удалять за лишение соперника явной возможности забить гол. Ну, наверное, все-таки с Казарцевым можно согласиться, желтой карточки достаточно. Прямо вот наличие явной такой очевидной возможности у Аре поразить ворота речи не шло. Там еще слева от Краснодарца еще один защитник находился ЦСКА, так что и тут решение арбитра я поддерживаю. И третий спорный эпизод, 90-я минута, падает Набабкин, его, скажем так, погладил по ноге Вандерсон левой рукой, Набабкин упал. Казарцев поначалу никакую игру продолжил, 11-петровый удар не назначил, но опять вмешались Сухой и Кукуян, опять долго, опять 4 с лишним минуты. Казарцев посмотрел видеозапись, пенальти нет, матч продолжился, все. Я так понимаю, у ЦСКА большие претензии после игры, связанные как с назначением 11-метрового удара в их ворота, в его ворота, в ворота ЦСКА, так и с неназначением 11-метрового удара после падения Набабкина. Ну, а сейчас давайте посчитаем время, которое ушло у судей. Первый эпизод 5 минут 17 секунд, второй эпизод 4 минуты 30 секунд, третий эпизод 4 минуты 38 секунд. В общей сложности потеря 14 минут 25 секунд. Это абсолютно ненормально, даже если в первом случае были какие-то технические неполадки. Затрачено непозволительно много времени, вор не для этого, скажем так, создавался, не для того, чтобы были такие длинные промежутки, чтобы игроки мерзли и потом фактически им надо было заново разминаться, чтобы возвращаться в игру. То есть ошибок, на мой взгляд, Казарцев не допустил, но вот эти 14 с лишним минут, почти 15, это непозволительная роскошь для футбола. Такого быть просто не должно.